Во второй половине Прошлого века в Самарской губернии Началась промышленная добыча нефти Появилась необходимость В новых населенных пунктах Для нефтяников Так в 1956 году Приступили к строительству Поселка Мирный в Красноярском районе К 1994 году Когда жизнь Мирного была уже давно Благоустроена, сельчане задумались О том, что нужен храм И группа активистов Обратилась к главе поселковой администрации С прошением Выделить здание бывшего клуба под церковь Дали добро На то, чтобы сделать здесь храм Начались строительные работы И в это время была создана Молебная комната При администрации Туда принесли книги, иконы И вот так вот начался путь Создания нашего храма И уже в 1997 году Нам официально отдали это помещение И где-то в августе 1998 года Мы получили устав на приход И отец Владимир Назаров Приехал и осветил храм Для начала служб И 14 октября 1998 года Была проведена литургия Здесь ее провел Уже назначенный священник Отец Петр Луканов И вот так началось наше вот Служение Первым духовным окормителем Созданной общины Под руководством которого Благоустраивалась церковь В честь Покрова Пресвятой Богородицы Стал отец Петр Луканов Ныне Игумен Покровского мужского монастыря В селе Чубовка В 2003-м Настоятелем сюда был назначен Отец Владимир Шарманов Однако его служение в Мирном Началось много лет назад Когда он был помощником Отца Владимира Назарова Ныне покойного настоятеля Христорождественской церкви В селе Большая Царевщина Ездил с ним на волебны Которые проходили тогда еще В здании бывшего клуба И с отцом Петром Лукановым Они были давно знакомы Когда мы даже с ним учились В семинарии вместе Потом я здесь на приходе У него уже был в качестве певца Здесь познакомились С своей супругой С будущей Вместе с ней мы пели Здесь у него в храме Потом как бы Уже настоятелем этого прихода По благословению Ныне сегодняшнего Митрополита Сергия Самарского И Новокуборского Вот я стал здесь настоятелем За время служения отца Владимира Храм преобразился Поменяли полы Сделали потолки и крышу Установили кресты на храм Не так давно Построили колокольню И купили колокола Мы здесь продолжаем по сей день Делать ремонт Вот хотим все-таки Это здание довести уже до ума Чтобы оно было похоже Как-то на храм Не на клуб, а на храм В селе Кендяково Что находится рядом С поселком Мирный Раньше была старинная Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы В свое время удалось В архивах найти информацию Об этом приходе Что меня лично удивило Что там ходило В воскресную школу Очень много детей Около 198 человек детей Ходило Девочек было меньше Мальчиков было больше Храм был деревянный Но с каменным фундаментом И храм был как раз В честь Покрова Божьей Матери В честь того храма И решили назвать церковным советом Вот этот приход В поселке Мирном Вот этот храм В честь того храма Отец Владимир Вместе с прихожанами Нашли место Где стояла церковь Вот примерно вот в этой части Даже видно Фундамент тут старый От храма он остался Вот в этой части Было алтарное строение Этого храма Но сам храм располагался Вот вдоль огорода Сейчас здесь огород Вдоль вот берега реки Вон там Речка уже протекает И он стоял прямо вдоль берега Именно в таком вот положении Люди, которые Которых это место Сейчас они его взяли Для себе Они вот в этом месте Где храм Ничего не могут сделать Плуги ломаются Вон у них плуг стоит Здесь вообще Никак не получается Поэтому они сажают Катушку в том месте Мы в прошлом году Здесь с человеком приезжали С металлоискателями Находили обломки даже Колокол Вот они нашли обломы колокола Когда копали Мы там какие-то жестянки находили Которые к тому времени относятся То есть там недалеко На глубине Мы определили Что это алтарная часть Потому что у нас Восток получается там И храм Поперек он не может быть Расположен Всегда расположены на восток Поэтому он И он был длинный По архивным данным Этот храм вмещал 500 человек Достаточно срезан Большим сооружением Как напоминание о храме Отец Владимир И прихожане Хотят поставить На этом месте крест А вот от храма Что находился В другом соседнем селе Колодинки Никаких фрагментов Не осталось Только воспоминания Силуид назывался Колодное Раньше Примерно где-то Вот в этом месте Вот он как раз и находился Этот храм В 29-м году В это время он сгорел То есть его передали Подозернохранилище И в 29-м году Он здесь Полностью выгорел В поселок мирный Ходит Прихожанин наш Да он как раз С села Колодинка Вот его мама Она покойная Ныне А вот она оказала Как раз это место Где он находился Этот храм стоял И она рассказала Как она ходила туда Молилась Потому что совершались Богослужения Был священник Был дьякон И причащалась там же Деревянное такое Добротное здание Такое большое Но такое Прямолинейное Такое Прямое здание Такое было С притворами Там с одной стороны В ту сторону Был вход притвора Оттуда был приделанный Притвор Сделанный у него Вот Вот как я Мать рассказывал Туда Отец ее здесь Это Церковно Приходская Церковно Приходская Школа была Закончилась А он туда Подальше Стоял Так мы думаем Вот И как мне кажется Стояло Здание Там вот Там вот Это вот Была Школа Наверное Там И дом Священник Может быть Потому что На такое помещение Так оно было построено Как Потом в нем Школа была Вот А постройка была Похожа Одинаковая Что И клуб Бывший клуб Вот как церковь И то И то И строение Было Тоже так же Построено Рядом с селом Находится Источник Источник Там была Вода Чистейшая Прозрачная Была В свое время Открытая Была С трубой С труб Там был Шести Или восьми Гранник Был Точно Не помню Большой Такой Большой Такой Струб Вода Чистая Была Прям На дне Можно Читать Даже Можно Было Так Противопрозрачная Вода Была Вода Просто Спокойно С него Вытекала Набиралась На уровне Спокойно Вытекала Люди Ходили Этими Крючьями Воду Брали Оттуда Постоянно Вода Хорошая Там Хорошая Очень Очень Мягкая Вода Хорошая Не напьес С этой Водой Вода Здесь Считается Целебной Освящен Источник Был Отцом Петром Примерно В 1998 Году В честь Архистатига Божия Михаила В память Об Одноименном Колодинском Храме Семь Семь лет Назад На горе Построили Часовню Которую Также Осветили Во имя Архангела Михаила Сегодня Отец Владимир Окормляет Приход В Колодинках Народа Здесь В селе Не так много Где-то Около 300 Человек Всего Здесь Живет Но Жители Все равно Проявляют Такой Интерес К вере К источнику Приходят Сюда Народа Здесь Едет Со всей Самарской Области Приезжает Как-то Удалось Побеседовать С людьми Приходилось Здесь Что Они Спрашивают Откуда Они Говорят Из Самары Некоторые Даже Приезжали С Новокуйбург Приезжали Набирали Год назад На источнике По благословению Отца Владимира И благодаря Пожертвованию Женщины По имени Марфа Балабанова Сделали Реконструкцию Изготовили Чашу Для купели Благоустроили Место Для забора Воды Батюшка Надеется Что в будущем С помощью Божьей Над купелью И источникам Удастся Поставить Сруб Чтобы людям Было удобнее Купаться И набирать Воду Когда в мирном Открился храм Многие жители Стали приносить Многие жители Было Алтарные Когда Разрушили храм Они снимали И она оказалась у нее Именно иметь Такое А местный художник Александр Малыгин Написал для церкви Несколько образов Иконы 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 тоже такие необычные Вот у нас Есть иконы Здесь Иосиф Держит Христа На руках Вот такую икону Я как бы сам не видел Да Но она такая у нас есть Эта икона Она Была замечена В Киево-Печерской лавре То есть там Первый раз Вот я ее видел Просил его Чтобы как бы Он нам сделал копию Вот что он как бы И сделал Главную икону храма Покрова Пресвятой Богородицы На пожертвования прихожан Заказали в Москве Особенно почитаемый образ Подаренный отцом Виталием Калашниковым В начале образования прихода Тут наши благочестивые бабушки Когда решили открыть приход Они поехали в Самару Первый храм В который они попали Это был Вера, Надежда, Любовь Это было По-моему В 96-м году В 1996-м году Вот И он им решил Подарить эту икону Ее постигла такая участь Наверное В революции Как многие иконы Она была Вытащена тоже Скорее всего Из-за коностас Из-за алтаря И вот Замазана наполовину Красками И у нее Вот сейчас Конечно Фрагменты этой иконы Уже видно весь А вот Когда я ее первый раз увидел Были видны только лики Со временем Где-то в течение 10 лет Она вся обновилась полностью То есть Никто не был Ничего себе не делал И вот она Стала такая Как она сейчас есть Также в нашем храме Очень много Собрано Частиц мощей Водников божьих При отце Петре Вот он начал Собирать эти мощи Да И как бы я продолжил В округе Храма Который существует Такого количества Нигде нет Как это собрано Именно в нашем храме Раз в год В храм приезжают Гости из молодежного Пансионата Мы еще знаем Когда они были маленькие Сейчас они Некоторых и перевели Уже и в другие интернаты В нашей Самарской области Вот некоторые из них остались Вот Также еще Первый настоятель Этого прихода Отец Петр Да Мы еще с ним Помню Как бы ездили вместе Там причащали Этих детей На Дальнем Восточном Вот Когда прихожане Помню первый раз Их увидели Да Мы их привезли сюда На автобусах Вот Ну Были слезы Потому что Все как бы Стали применять это На себя Вдруг бы у меня Такое было Как-то стали просыпаться Да Стали ходить Откликаться Мы организовали Деньги давали На Автобус Вот И вещи приносили А некоторые Даже просто Приходили Чтобы как-то С ними пообщаться Потому что Им как бы Не это нужно Им нужно общение Потому что У них папа-мам нет Они любого Папа-мама вызывают И я знаю Даже некоторые Прихожане По сей день У нас с ними Общаются То есть То есть Ездят туда К ним Там с ними Общаются То есть Общение Такое Друг бы Завязывается Люди Прямо Это Не знали А когда Мы им Показали Они уже И другие Внутренне Становятся И туда Ездят И уже Жизнь Ценить Начинают Субтитры 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 Господь Так и говорит Евангелие Молитесь Друг за друга Да Исцеление Молитва Друг за друга Очень важна Необходима Для нашего С вами Исцеления Какого Душа Евангелие Если кто Часто читает Слышит Такой произвел Листа Придите Я вам дам Вот уже Которая Течет Жизнь Вечная Господь Хочет Чтобы мы Были счастлив Не только Здесь Соприкоснувшись С ним А были счастливы И там Потому что там Это счастье Более откроется Более будет глубоко Более будет обширно Она будет поистине Настоящей И так это пишет И подобный Сонсизм Эта вода живая О которой говорит Господь Есть благодать Святого Духа И у каждого Жаждущего Утолить Духовный голод Только один Верный путь Ко Христу Христос Он предлагает Себя Исцеление Духовного Для соединия С самого То есть Для этого Настоящего Подлинного Беспокоения Для счастья Вот это Самое Необходимо То есть Он предлагает Себя Говорит Что Сам Бог Есть Любовь И находящийся В любви Находится Бог И наоборот Находящийся Бог Находится Любви Это И есть Настоящая Счастья Как к этому Прийти Первое Священное Писание Второе Говорение Их Отчет Все Вот эти Два Ключа Открывая Этими Ключами Снигу Эту Жизнь На которой Мы должны С вами Жить Называем Снег Мы достигаем Подлинного Настоящего Счастья Так Поэтому Каждый Из вас Я желаю Чтобы Благодать Остановилась Проникла Душу Остановилась Там Навсегда Чтобы Мы С вами Ее Своими Делами Жизнь Удержали Это И есть Так Правильная Дорова Которая Нас Он Призывает Христос Сибири Вот Еще Раз Всех Вас Позволь Я Православная Община В Мирном Очень Дружная Деятельная Среди Прихожан Много Молодых Родителей Детей При храме Работает Воскресная Школа Проводятся Благотворительные Акции С 2014 Года Храм Ежегодно Организует Праздник Посвященный Дню Семьи Любви И Верности А в 2016 Для оказания Помощи Нуждающимся Был создан Общественный Проект Ромашка Мы Как это часто Бывает в цикле Путь паломника Одной передачей Не заканчиваем Рассказ о приходе Вот и сейчас С храмом Покрова Пресвятой Богородицы Что находится В поселке Мирный Не прощаемся И обязательно Вернемся сюда Чтобы показать Вам дорогие Зрители Благие Начинания Прихода В развитии Редактор субтитров